теперь как строить проповедь сейчас я говорю технических вещах те из вас кто хотят этим заниматься пожалуйста записывайте себе или запоминайте или что хотите или потом посмотрите видеозапись но в нашем конкретном случае я имею ввиду шавей тион или нет сара галиль у нас обычно есть две проповеди правильно одна которая называется недельное чтение по торе и вторая которая называется недельное чтение по новому завету иногда это просто проповедь технически у нас они две разные одна сколько минут кто знает да начнем с 10-15 нужно когда-то 15-15 15-20 иногда 15-25 она 10 и в худшем случае 15 у нас все любят ее легко перешагивать вторая сколько у нас ну скажем с 35 потому что человеку одну которая должна быть 10 а получается 25 а вторая которая 35 а получается 50 и полтора часа это для человека в шаббат выслушать такая голова потом не знаю что он вообще запомнит поэтому я вот хотел дать такую вот как бы ориентировку всем нам кто хочет проповедовать или кто хочет дерзать это делать понимать у нас есть 10 ну там с натяжками 12 13 минут и у нас есть 35 с натяжками 38 40 минут тогда более-менее мы в теме теперь каждый особенно начинающий он приглашен естественно попробовать себя в короткой проповеди некоторые говорят но короткую сделать сложнее чем длинную короткую сделать всегда сложнее чем длинную если ты в нее хочешь вложить очень лаконично много мощных мыслей но ты к этому не призван вот на пулпите в общине когда ты поднимаешься на баму если тебе раз в какой-то период жизни получается пойти на телевизионную программу там тебе нужно что-то врубить вот там подготовься и вложи в пять минут что-то супер важное здесь у тебя есть 10 минут или 35 минут и как их распределить как это сделать правильно и как подготовить я вот сейчас хотел бы те кто заинтересован пожалуйста запишите себе несколько важных моментов пункт номер один я про него говорить не буду он сам по себе важен это молитва потому что если мы хотим благовествовать ребята вижу здесь некоторых сон сильно пробивает может хотите кофе можем остановить на минутку не я смотрю на всех она тебя в особенности а можно но хорошо и так первый момент очень важный я про него много не говорю он и так понятен это молитва не стоит садиться за проповедь и подготавливать ее в начале просто помолись честно сказать я когда хочу подойти к проповеди у меня это берет процесс и я часто помолился и это берет несколько дней и неважно что я сегодня как бы освобожденный пастор и у меня есть как как бы куча времени чтобы вот сегодня чуть помолиться и завтра на самом деле у меня времени так много и когда я не был освобожденным пастором и когда меня приглашали проповедовать было то же самое то есть ты начинаешь варить какие-то вещи в голове допустим тебе говорят алексей ты к следующему шаббату это подготовь то важно начать варить какие-то вещи в своей голове заранее не оставляя все на последний день молитва молитва вторая вещь знание слова если ты приходишь к подготовке проповеди только в этот день когда ты готовишься к ней читаешь слова мечтаешь его на постоянной основе то она будет у тебя и такая проповедь это будет просто выжимки непонятно откуда и непонятно как сказано то есть и должен быть определенным докай слове я не хочу на эту тему много говорить и так всем понятно систематика в чтении священных писаний следующий момент про который тоже не хочу много говорить сегодня сегодня у нас есть компьютеры может быть и бери немножко оттуда бутылку чтобы она не цеплялась этим видеокамерой бутылку колы для камеры я повторяю сегодня у всех есть компьютеры и это нормально пользоваться каким-то толкованиями какими-то опояснениями сегодня к этому есть доступ просто великолепно я прочитал в одном месте интересную статистику и они говорят что сегодня любой пацан в африке имея смартфон знаете какой смартфон это не кнопочный а тот который поумнее он имеет доступ к информации в разы больше чем 15 лет имел доступ к информации президент соединенных штатов америки то есть если садись за компьютер сегодня ты клацнул и ты можешь найти массу информации и я вам хочу сказать уровень людей подрос и поэтому не будьте поверхностными когда вы готовитесь готовьтесь и ныряйте туда теперь как я уже сказал в нашем случае есть два вида проповедей 1 10 минут 1 35 так вот очень важный момент когда тебя поставили говорить 10 минутную проповедь ты в ней должен поднять только одну никуду то есть одну мысль к сожалению я говорю к сожалению когда мы кому-то даем у нас сказать поражать чего новенькому он загоняет в эту 10 минут которые всегда 20 минут становятся как минимум 10 мыслей и все эти мысли сверх важные я вот здесь хочу вот таких вот проповедников просто огорчить люди вы пытались кого-то впечатлить в большей мере они вообще ничего не помнят с того что вы сказали потому что человек просто не способен в 10 минутной проповеди только если не денег какой-то и не этот вот воспринимать больше чем одну мысль если за 10 минут мы выражаем одну мысль то сколько мыслей мы выражаем за 30 35 минут 3 но в лучшем случае 4 если они увязываются одна с другой и это принцип нам нужно эту штуку понять а иначе мы будем просто в пролете стопроцентная гарантия если ты в 10 минут влаживаешь больше чем одну мысль я не говорю 80 процентов 100 процентов 95 процентов из слушающих тебя ничего не будут помнить ты просто потратил время и свое и их напряг их ничего это не дало хочешь что-то сказать четко чтобы тебя услышали помолись хорошо и своего спича отфильтруй выбери только в 10 минут на одну четкую мысль и доведи ее если очень дороги ты это может быть полторы мысли но лучше это одна за 30 35 минут 3 максимум 4 мысли если ты сделаешь больше это будет каша которую люди просто послушал скажут о чем он говорил и ты это не надо переспрашивать на следующей неделе ты через десять минут спроси о чем он говорил никто ничего не помнит я вам говорю это из практики и моя практика не такая большая но примерно с девяносто шестого года то есть девятнадцать лет нормальная практика для проповедника и смотреть на реакцию людей окей теперь как строится выражение одной мысли или четырех мысли неважно то есть проповедь всегда состоит из трех кусков первый кусок это вступление второй кусок это главная часть и последнее заключение которое должно быть очень сильным но я к сожалению в основном когда вижу проповеди вот то что вот я вижу когда проповедуют дают не за непонятно зачем растянутое вступление друзья я вам расскажу там какую-то историю и начинается какие-то вещи люди даже потерялись о чем там говорится можно что-то во вступлении подготовить но чуть-чуть возьми систематическое большое 85 процента времени на главную фазу и последнее в заключении это должен быть четкий обоснованный призыв вывод 1 2 3 с этим люди идите домой будьте благословенны я вопрос сейчас говорю технику вступление никогда не надо размазывать кроме некоторых случаев в некоторых случаях это нужно я вам скажу просто в пример какую ты заходишь в аудиторию и ты видишь все контуженные вы понимаете что это все загружены непонятно чем и тебе нужно их настроить и вот здесь если у тебя есть опыт и дар тогда во вступлении попользуйся большим количеством времени если у тебя этого опыта нету уйди от длинного вступления это толку не будет сейчас я вам расскажу пример когда длинное вступление было круто для одних и абсолютно не круто для других кто-то слышал такое имя джек хейфорд окей кто не слышал если вы копнете в интернете это супер известный американский паста сколько-то лет назад он делал семинары в израиле это было давно в зихрон якове и он собрал пасторов лидеров людей которые еще даже не были пасторами но лидеры со всего израиля и мы зашли все в зал и он вышел и там была точно половина русскоязычных которые сидели с переводами а остальная половина была англоязычных и он зашел и по всей видимости он увидел что мы были все немножко такие взбудоражены отключенные ну может только приехали пока устроиться новом месте или вообще как бы это все служителя и все немножко загружены ты пока на новом канонной конференции включишься в это место это берет время и он увидел это и он сделал то что он делает оказывается всегда мне сказали что это его стиль он достал пачку поздравительных или всяких открыток которые ему люди присылают они знают что он любит открытки ему посылают открытки он стал их читать и мы вдруг стали смотреть как те которые не русскоязычные которые не сидели с этими просто лежали от смеха на полу то есть он их ослабил он перестроил а мы все сидели как отмороженные я вам не совру минут сорок пока он тех расслаблял наши стали уже потихоньку выходить все из зала а он просто тутах он как бы супер проповедник то есть я вот такой драматический пример показываю иногда можно рассказать веселую историю можно чего-то начать или там сказать какую-то вы слышали такую вещь встряхнуть людей допустим прославление было слабо или там что-то вступление было слабо или что-то было слабо и они уснули ли как-то ты встряхнул можно но никогда не растягивайте особенно если это разная аудитория разноязычная аудитория здесь у нас в израиле это часто разноязычная еще одна ошибка при проповеди забрасывать человека кучей мест писаний а вот написано там и ты начинаешь и там 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 знаешь если я поставил кого-то пригласил на проповедь как пастор как вы считаете я доверяю этому человеку или нет доверяю ему если мне нужно нужно чтобы он меня убеждал что он проповедует по писанию никакой нужды нету я доверяю ему и так если мы хотим от тебя семинар учебный тогда приведи хоть сто мест писания ты как быть пытаешься выстроить какую-то схему если это проповедь не надо никого забрасывать массой писаний важно прочитать одно два три ну четыре ну с натягом пять мест но я сказал один два или три это лучший вариант чтобы у людей было четко оформленное слышание слова в оригинале и то к чему ты их подводишь так никогда не забрасывайте массой мест писаний это ничего не дает наоборот просто загружает человека он не понимает чего ты хочешь от него еще один момент который важен то есть я три вещи сейчас сказал много подпунктов внутри важные вещи за десять минут одна никуда один важный объект за 35 минут три мысли не больше это 1 2 3 пункт приводите обычные житейские примеры еще пользовался этим постоянно какими он примерами житейскими пользовался когда он приводил какие-то проповеднические вещи кто помнит про что он говорил он про рыбу говорил много про пшеницу про плевелы ну то есть вещи с которыми люди про про овец и про козлов то есть эти были более добрые эти более сердитые протеста про закваску про жемчужину про богатея про деньги то есть он говорил вещи чем люди оперируют постоянно сегодня когда ты выходишь на проповедь не нужно проводить пример про овец и про козлов почему не нужно потому что этим никто не занимается хочешь лучше приведи пример про компьютер люди лучше воспримут не надо рассказывать историю про царицу савскую мало кто вообще понимает кто она есть ты приведешь какой-то пример фильм ну нормальный фильм конечно то люди больше ассоциируются с этим мы должны или машину или я вам дам пример когда вышел американский проповедник перед русскоязычной публикой и стал рассказывать про игру в бейсбол кто-то из нас знает игра вы я знаю эта игра называй как называется а еще у нас состоит вообще нет сказал бы мне футбол я бы понял а бейсбол я вообще не пойму что это такое то есть мы должны подходить к тому кто и группе людей так как и полагать зная какими категориями они мыслят и так третий момент когда ты в технике говоришь то есть первый момент за 10 минут только одна тема за 30 35 минут три-четыре темы не больше следующим то есть первый второй третий житейские только житейские моменты примеры 3 4 прошу прощения нам нужно часто сконцентрировать внимание людей здесь я говорю про технику кто заметил как я концентрирую внимание людей алексей можешь так с налета сказать даниил нет вопрос и ответы да я задаю вопрос и не задаю вопрос чтобы сам ответить а спрашиваю людей и пускай несколько человек ответит тем более что мы как бы в израиле живем многие мнения принимаются но когда ты задаешь вопрос я вам сейчас говорю как бы вещи которые серьезные многие этого не делают это большая техническая ошибка потому что люди особенно если ты более-менее монотонный человек они просто засыпают за 30 минут 15 засыпают а когда ты пробуждаешь каким-то вопросом и заставляешь их ответить я вам сейчас делюсь как бы техникой которая я вижу она очень здорово работает наверное это мидрашистская техника когда в бет мидраши обсуждают хоть каким-то образом писание а что вы думаете а что вы думаете а что вы думаете и я сейчас вам не скажу как правильно но я сделаю как бы вывод и подведу итог тому что было сказано раньше как другие люди другие проповедники кто-то может сказать как они поднимают внимание акцентрирует внимание людей кстати я сейчас тоже поднимаю ваше внимание как амин я они скажите со мной амин и мен и мен это 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 поднятие я не люблю эти вещи они работают наверное больше на американскую по публику но иногда хочется чтоб люди согласились с тобой это тоже нормально сказать если вы согласны давайте скажем вместе амин то есть ты их немножко с рутины выводишь я сейчас говорю технику проповеди